Всем привет! Сейчас уже 6.15 утра. Я завтракаю. Не сказала бы, что я тут очень весело сижу на кухне. Хочется спать. Пью такую большую чашку чая и ем 4 бутерброда с паштетом. Кроме того, не хочется играть ни в какой фэншуй, поэтому я ем бутерброды прямо с досточки. Подсела, кстати, на вот такие вот круассаны. Покупаю в фуршете. Они дешевле и намного вкуснее, чем 7 Days или как называется. Выглядят вот так симпатично и вкусно. Постоянно нахожусь в поиске спрея в нос для Богдана по типу морской воды, как Аквамарис. Но Аквамарис импортный и он сейчас стал за такую цену продаваться, что для морской воды это как-то неадекватно. Поэтому я всегда ищу какие-то бюджетные аналоги. Вот у меня был такой вот спрей, но он продается не везде. Он то в Еве продается, то в эпицентре. А вчера в аптеке Госко обнаружила вот такой вот спрей. Это наш производитель, украинский фармацевтическая фабрика здоровья. Называется Аквамакс. Но он отличается от Аквамариса тем, что здесь все-таки написано, что здесь не морская вода, а обычный натрия хлорид, ну физраствор. Но здесь очень удобная банка, бутылка вот такая вот с мелко таким дисперсным распылителем. И вроде кажется, что можно взять обычный физраствор и капать, но нет же. Пока ребенка уложишь, пока закапаешь, это ну как бы того не стоит. Эта бутылочка содержит 20 мл и стоит она 27 гривен. И удобно брызгать в нос. И тем самым, ну как гигиена полости носа. Там если насморк, то потом легче ребенку высморкать. Я когда-то рассказывала, что Богдан вылил в умывальник половину моей косметики. И в числе этого была также вот такая вот пенка от Avon для умывания, Nutra Effects, их новая серия. Он ее тоже вылил, чем очень меня расстроил, потому что она мне очень понравилась. И вот недавно заказала себе еще одну такую же. Пока что не вылил. Она, кстати, очень классная, мне она очень нравится. Она такая приятная пена из дозатора получается. И кроме того, она очень мягко очищает, она не сушит. Она такая приятная, не имеет какого-то резкого запаха. Пена такая пышная, густая. Очень классная эта пенка. Стоит она 60 гривен, по-моему. Здесь такой большой баллон. Так что с удовольствием пользуюсь. На улице холодно уже по-осеннему. Один градус выше нуля. Поэтому, наверное, сегодня придется одевать дубленку. И уже так холодно, что уже, честно говоря, снега. Снега хочется. Но снег у нас вроде еще не намечается. Мы сейчас уже... Какой будет снег? Скоро. Мы уже сейчас с Богданом будем выходить. Богдан сегодня с утра едет к логопеду, а потом его няня забирает. А я иду на работу. Выгляжу сегодня вот так. Юбку эту купила в прошлом году. Богданчик, чшш, дай бы я из него виду. И обычный такой гольфик. Там из какого-то магазина сетевого, который в торговых центрах расположен. Не помню, как называется. Тоже купила несколько... Ну, в прошлом году. Макияж уже сделала. Покажу быстро макияж. Тени у меня кремовые. Maybelline Color Tattoo. Permanent Taup оттенок. L'Oreal Infallible тональный крем. И блеск мой летний розовый. Из серии Aven. Там было несколько блесков. Таких летних оттенков. Не буду уже показывать. Потому что некогда. Ну, и пудра Maybelline Affinity Tone. И тушь Evelyn водостойкая. Сейчас вон у нас 3 часа. Я пришла с работы. Пришла к маме. Я у мамы дома. У мамы сегодня день рождения. Поэтому я ее поздравила. И сейчас я буду обедать. У нас тут нет никакого стола. Там приема с хлебом с солью. Ну, и сейчас буду обедать. Мы будем общаться. И хочу, пользуясь случаем, показать. А, кстати, вот такие красивые цветочки. Маме подарила наши любимые цветы. Хоризонтемы осенние. И, пользуясь случаем, хочу вам показать вид из окна. Но подумала, что лучше вам показать вид с балкона. Моя мама увлекается выращиванием цветов. У нее так все аккуратненько. Так все красиво, чистенько. Мама, у меня большая молодец. Вот у нее так красиво цветет фиалка. Много-много цветочков. Это калачики. Это какой-то цветок, не знаю, как называющийся. Вот мамин балкон. Это лошадка там Богданова накрыта, с которой он играется. Когда приходит. А родители живут на 16 этаже. И вот такая вот у нас красивая панорама. Правда, панораму уже застроили. Там был виден еще Днепр. Но сейчас там новостройки. И видно вот у нас тут озеро, на котором я когда-то давно купалась. Когда еще 10 лет... Не 10, не 10, это же 15 лет назад. Я туда ходила купаться, как на пляж. Там была чистая вода. Была природа такая нетронутая. Сейчас там намывают пески, какие-то стройки. Площадка, на которую мама с Богданом выходят летом, если я привожу Богдана маме. Всем добрый вечер. Я уже вернулась домой. Сейчас уже 7 вечера. Вернулась еще в 6. Отпустила няню нашу. Также газовщика перехватила в парадном, который ходил по квартирам. Проверял, нет ли утечки газа. И заодно он... Богдан, не кривляйся, будь ласка. Заодно он у нас дома проверил. Там поставил подпись в книжке специальной сервисной, или как это называется. И где-то мне вот так книжку, и я тебе видал. Да. Сейчас Богдан будет ужинать. Хоришки. Потом тоже я буду ужинать, в общем. Да. И мы будем спать. Да. Я как-то так устала. Нужно еще какую-то стирку запустить. Вообще, я посмотрела на внешний вид своей шапки зимней. Подумала, что мне нужно... Умиритесь, а потом мы будем спать. Подумала, что мне нужно купить новую. Может, завтра займусь этим. Если будет настроение. Я сейчас буду стирать Богданову куртку, которая зимняя. Которая оказалась почему-то очень грязной. У нее один рукав такой, как будто Богдан валялся в душе. А еще я только что обнаружила нечаянно записанный телефонный разговор в телефоне свой со своим парнем. И я ему там что-то рассказывала очень эмоционально. Я с ужасом заметила, что... Я заметила, что я делаю то же самое. Еще речь загрязнена... Не словами паразитами, а звуками паразитами. Типа... Э-э... Богдан! Будь ласка, заважай меня. Загрязнена звуками паразитами, типа... Э-э... И... Я-то думаю, что надо от этого как-то избавляться. Но я, честно говоря, не могу пока решить. Я не могу понять как. Потому что в теории кажется, что это просто. Нужно просто так не говорить. Или просто этого не говорить. Но ведь, когда вы разговариваете... А что я тут такой? Но когда вы разговариваете, то... Какой я такой? Вы на это просто не обращаете внимания. Но меня это натолкнуло на какие-то размышления по этому поводу, честно говоря. Всем-всем пока! Стишок нам в садике дали выучить на Новый год. Всего лишь из четырех строк. Но нужно его запомнить Богдану. Давай я тебе прочитаю, да? Да. Дивись, слухай. В нас ялинка лісова, молода, хороша. Да. И ее всю покрива, срібляста, пороша. Давай, теперь я буду читать. Первый рядок ты будешь повторювати. Другой рядок ты тоже повторишь. Потом третий, четвертий, добрый? Да. Давай. В нас ялинка... Давай, сначала я, потом ты. Да. В нас ялинка лісова. В нас ялинка лісова. Молода, хороша. Молода, хороша. И ее всю покрива. И ее всю покрива. Срібляста, пороша. Срібляста, пороша. А тепер, будь ласка, піднімись зі стільця, стань біля мене і слухай мене уважно. Мама, дивись, читає дуже уважно і розбірливо вимовляє кожне слово. Давай думаємо, що ти також будеш так повторювати, добре? Слухай мене і повторюй, дивись, як мама роту вимовляє кожний звук гарно, кожне слово. А не так, де, 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 як маленькі дітки, пам'ятаєш? Рочі, подивись, написи. Так. Давай, я буду читати. Ти будеш повторювати. Розбірливо, домовились? Не треба нічого засовувати, бо я зараз вимкнув камеру. У нас саринка річова. Молода. Молода, хороша. І її всю покрива. І її всю покрива. Срібляста. Срібляста, пороша. Зараз буду робити салат. Взяла вже зелень, взяла вже салатну смість. Такий я купила в Ашане. Називається салат фризе. Здесь, кстати, написано, що він помытий і полностью готов к употреблению. Але именно вот этот фризе, його тяжело мить, вони його моють не дуже качественно, тому він весь грязний. Пішлось перемывать ще раз. Але це, звичайно, не весь салат, я вже з'явилася салатом смість третий раз, третий день. Щас добавлю бутерброди, хотіла сказати, помідори. І в мене там ще немножечко осталось сара фета. Я тут хочу її її. І укроп. Хочу вам показати, я дуже балдею от такого геля для душа. Це Джонсенс. Кака-то їх новинка. С ароматом ягод лесних. І у нього текстура, що-то средне между гелевоєю і кремовоєю, і имеююще такий перламутровий оттенок. На самом деле, дуже приєтний аромат. Він вроде как летний, но за счет того, що текстура такая кремово-гелевая, то зимой тоже приєтно пользоваться. І аромат просто замечательний. Можна, знаєте, использовать в качестве аромотерапії. Щас уже вечер. Поздний для мене. Без 10.10 вечера. Делаю маникюр вот такой необрезной. С помощью такого замечательного средства. Просто незаменимого для мене. Это от Эверин. Удалитель кутикулы. Который ее не просто размягчает, а он ее как-то растворяет, что ли. Сжигает, если можно так сказать. Не первый раз уже говорю о нем в своих влогах. Ну и покупках. И кроме того, он на тот момент, когда я его покупала, он не подорожал еще. Стоит он около 60 гривен. Так я его наношу на кутикулу. И по инструкции нужно подождать 3 минуты, по-моему. И после этого удалить кутикулу написано. Ну я просто ее отодвигаю. И слегка так по ней прохожусь. Либо можно просто другим ногтем. Либо каким-то предметом, типа палочки деревянной. И она как-то отваливается, удаляется. То есть, ну каким-то таким образом. Очень классное средство. Только оно помогает мне обходиться без обрезного маникюра. Потому что обрезной маникюр для меня это какое-то мучение. Просто через день после обрезного маникюра руки у меня выглядят как-то не очень опрятно. А через 2 дня нужно делать новый обрезной маникюр. То есть, мне это абсолютно не подходит. И слава богу, что я нашла вот такое вот средство. Сделала себе уже маникюр на завтра. И у меня такая вот какая-то мокрая непонятная рука. Но на самом деле она в сушке. Эйвен. Поэтому она так странно выглядит. И со своим новым лаком, который я недавно купила. Это вот такой вот LCF. Маленькие такие миниатюрки. Я их, честно говоря, купила несколько. Только вот там вот они сверху все стоят. Это такой молочно-нейтральный, чуть-чуть мерцающий цвет. Которым очень быстро можно накрасить ногти. И который долгое время выглядит как вновь накрашенный. Потому что если у вас даже что-то отломится или отколется, то это не так сильно заметно. Ну и, конечно же, моя незаменимая помощница в маникюре. Это сушка от Эйвен.